Пошла. Привет, ребята, я с вами пока не знаком. Подожди, подожди, что значит, я все знают. Вообще, я открыл сразу тайну. Я начинаю прямой эфир. Обычно я это делаю одна, но я сегодня решила, что у меня такой праздничный вечер ко мне мой друг пришел, Коля. Коля мне снял, Коля Сергея. Ну, многие его знают и по телевизору. Не все знают, что он пишет потрясающие стихи. Так уже много присоединилось. Мне он снял, как режиссер, клип «Шпилька-каблучок». Мы с ним трапезничаем. И еще он мне подарил вот такой кулон. Сейчас похвастаюсь. Защитный. Это кулон с особой магией. Коль, можно я скажу, что тут? Ну, конечно. Здесь магические слова запечатлены. Вот если посмотрите внимательно, написано «Иди нахуй». Вот. Это теперь мой талисман. И чего я вышла в эфир? Для того, чтобы вы услышали, ну, хотя бы одно стихотворение Коли. У него сдана в набор книга в печать. И, как всегда, это будет что-то бомбическое. Поэтому посмотрите, посмотрите. Вот он, какой хорошенький. Ну, Колечка. Привет. Привет, ребята. Так, ну, почитай что-нибудь, Колечка. Давай. Пожалуйста, почитай. Что-то... Ты можешь держать телефон или я? Я могу поработать подставкой. Я буду держать свой телефон. Хорошо. Дело в том, что книга, которую я буду выпускать, она написана в интересном формате. Это стихи с иллюстрациями, но иллюстрации, описанные текстом. То есть вы, читая описания, сами становитесь иллюстратором и художником. И уже в своем уникальном воображении рисуете тот уникальный рисунок, который больше никто, кроме вас, не увидит. Запомни это небо. Оно больше никогда не будет таким. Потрепанное солнцем. На теме не солнечный нимб. Облака тонут в синем бульоне. Горизонты вместо перил. Кажется, создатель ладонями нас суетливых накрыл. Оба небесных светила уставились вниз, как глаза. Это небо запоминает нас такими, какими мы больше не будем никогда. И иллюстрация. На этой странице, вместо обычной иллюстрации, вы видите что-то, написанное шрифтом Брайля. Вы закрываете глаза и проводите указательным пальцем по тексту. И постепенно в вашем воображении появляются картинки. Вы видите себя в разных возрастах глазами неба. Юного себя, задравшего голову вверх, ищурящегося от солнца. Себя чуть постарше во время дождя, выглядывающего из-под зонта. Себя, загорающего на пляже в солнцезащитных очках. Себя с любимым человеком, сидящим на берегу и разукрашенным мягким закатным солнцем. И еще много других красивых себя. Коль, это потрясающе, но ты понимаешь, страна устроена так, что к вечеру люди устают. Сейчас они будут напрягать весь свой интеллект, который и так приходится напрягать в течение рабочего дня, иначе не выживешь. Давай с хулиганской. Ты можешь мне то, что мне прочел хулиганское. Знатоки астрологии, покачивая головами, говорят, что у нас с тобой тупо нет шансов. Планеты не врут, за ними следили веками, сбоев не было и не намечаются. Говорят, чтобы смирились с судьбой и расслабились. И разбрелись. Планета большая. Мол, ребят, мы с таким сами сталкивались. Ом, несопротивление, рис и чай. Я астролога беру аккуратно за голову, наклоняю к себе, чтобы лучше слышал, и говорю по слогам, четко и доходчиво. Друг, запомнишь или запишешь? Чтоб видел ясно твой третий глаз, и страх пиздюлей не комкал внимания, в твоих интересах здесь и сейчас перепредсказать предсказание. А потом вдохну, грудью воспарив, как будто наполнив снова жизнь толком, и приду к тебе, сгорая в эйфории, с цветами и чувством выполненного долга. Вы видите большое астрологическое колесо. Выглядит так, как будто над ним изрядно поиздевались. Каждый знак зодиака искажен. Рога овны сплетены между собой, как сыр-косичка. У стрельца торчит стрела из задницы, а лук сломан пополам. Рак обреченно выглядывает из кастрюли. Девы с растрепанными волосами стыдливо прикрываются полотенцем. Близнецы переделаны до неузнаваемости и непохожести друг на друга. Остальным знаком зодиака досталось еще больше. А внизу под колесом надпись баллончиком с краской. Я еще, блядь, до вашего хьюмандизайна доберусь. Вот такой поэтический вечер у меня дома сегодня. Вообще, мне кажется, опять возвращается время, когда слушают поэтов. Так же, как собирали в свое время Евтушенко, Рождественский. Теперь собирает моя любимая Соломонова. И я уверена, что Коля. Поэтому, Коля, я тебе желаю всего самого хорошего, чтобы не превращаться в такую тетку, которая на канале Культура берет интервью. А вообще-то мы будем сейчас гудеть с моим другом и разговаривать дальше. Ну, новостей на сегодня больше нет, кроме того, что еще раз вам покажу Коля. Хорошего вечера. Да. И он еще музыку пишет. Все, всем пока. Ну, все.